Да здравствует Острев! Вместе с его жителями, а также, да, здравствует моя новая бесшумная, сука, клавиатура, которая теперь не будет бесить меня на монтаже. Да-да, ребят, нашел. Так, что мы тут имеем? Во-первых, я хочу сказать спасибо всем за подсказочки насчет бычков, ну, которые для, как это херомантия называется, ща я узнаю. Плуг, вот, собственно, для плуга требуется бычок, да, это мы уже выяснили. Сейчас у нас ноябрь, да, завершение сезона, у нас еще не всю картошечку убрали, но сейчас, как только ее уберут, мы с вами изменим поля. Поля нужно будет перестроить немножечко, и вообще у меня есть мысля построить вторую ферму. Но, наверное, мысля эта моя зря пришла в мою голову, потому что с первым делом нужно выключить магазины. Я думаю, что мне вполне будет достаточно одного. Так, кто-то мне сказал, что если я посмотрю сюда... А, вот оно че, Михалыч, ты был прав, дружище, я не помню твой ник, но спасибо. Дело в том, что этот магазинчик, торговая палатка, называйте как хотите, обслуживает четырех граждан. Следовательно, мы сейчас с вами запилим здесь небольшой рыночек, и это будет круто. Я хотел сделать рыночек, наконец-то у меня есть такая возможность. Надо только все это поворощать каким-то образом. У нас получается здесь будет три палатки. Три палатки на четыре, получается... Двенадцать. И я великий математик. Итого у нас будет четыре, то есть шестнадцать. Шестнадцать людей смогут обслуживаться в этих палатках. И, в принципе, можно построить еще четыре напротив их. Не особо понимаю. Эм... А, нет. Блин, ты был неправ. Поддерживает продажу четырех товаров для граждан. Да, неправильно перевел я. И, по всей видимости, ты тоже. В общем, оставим здесь четыре палатки. Вот эту мы очищаем потихонечку. Вот эту я также сейчас буду очищать. Я хочу, чтобы мои жители закупались пока в одном месте. Потом, возможно, я построю еще какой-то рынок интересный. Но пока пускай это будет так. Значит так. У нас здесь будет картошечка. У нас здесь будет рыбка. И у нас здесь будет мука. То же самое здесь. Еще я быстро все это сделаю. Не обязательно порядок. Наймем сюда рабочих. И смотрите. Мы отправляли в прошлой серии гонцов. Да, давайте посмотрим, куда они пришли. Сюда, значит, не пришел почему-то. Да, не дошел что ли. Вот сюда пришел. Здесь мы можем купить коровок. И также мы можем купить металл. Скорее всего, я сейчас буду покупать и то, и другое. Во-первых, металла. Давайте возьмем, ну скажем, денег у нас не так уж и много. Всего 400 кредитов. Скажем так, да. Ну, допустим, десятку берем, да. И покупаем коровок. Значит, как вы писали в комментариях, нужно пару бычков и коровок, ну штук 5. Итого у нас получается... Ну нет, это, конечно, вообще дикая хрень. Давайте-ка я куплю две коровки и одного бычка. А то у нас реально с деньгами печалька. И мы можем, в принципе, продать немножечко картошечки. Ну, скажем, 15, да. И мы заработаем на этом 120 кредитов, опять же. Так, наши заказы двинулись, как мы видим. Это все будет делаться... Сколько оно будет делаться? Шесть дней. Дистанция шесть дней. То есть через шесть игровых дней это все дело к нам приедет. А почему же сюда-то не дошли? Кстати, кто-то писал, что типа не придут. На самом деле придут. Я уже загружал этот сейф, и они уже были здесь. А они приходят. Странно, почему только сейчас этого нет. Это, возможно, какой-то глюк. Так же, как глюк был тогда у меня со звуком. Так, окей, мы с магазинами разобрались. Кстати, я наконец-то понял, что делать, если нужно очистить склад. Дело в том, что приедет специальный чувачок. Просто будет перевозить отсюда все продовольствие сюда. Тем самым очищая этот магазинчик. Который потом я смогу спокойненько продать. А пока я этого не сделал, давайте глянем на наши поля. А тут еще не все убрали. Ну, в принципе, мы зимой начнем разбираться с этим безобразием. Учитывая, что мы заказали коровок, давайте срочно заказывать для них коровник. Где они будут пастись. Пастись они будут, по всей видимости, где-то здесь. Потому что я коровник вот так вот. Ну, блин, не знаю. Тут говно будет вонять, когда люди на рынок придут. Надеюсь, они не особо... Ну... Блин, вот, кстати, вопрос интересный. Где бы поставить коровник? Может, мне его прямо вот здесь зафигачить? Здесь у нас более-менее такие здания-то находятся. Ну да, лесопилочка там, все такое. Давайте я его в натуре здесь расположу. А тут мы построим поле для коровок. Так, у нас идет строительство домика, да? А где оно, кстати говоря, идет? Я что-то совершенно не помню, где я закладывал домик. А, вот он. Вот, он его, по всей видимости, сейчас достроит. Потому что им осталось буквально тут пару раз молотком махнуть. И начнется строительство коровника. Блин, кажется, ребят, у меня проблема, потому что, если коровки мои приедут, а коровник достроен не будет, боюсь, у нас будут серьезные проблемки со здоровьем коровок и бычка. Не сдохли бы они от холода. Надеюсь, не сдохнут. Но, пока этого не произошло, можно, в принципе, использовать ферму для создания поля для... Ну, не поля, а пастбище. Пастбище для коровочек. А вот оно такое. Например, у меня будет вот такое. Здесь мы берем и выбираем фоллоу. Или не фоллоу. По-моему, фоллоу. А, ну да, вот, нужно переназначить. Нужно переназначить это вот сюда. Но, по всей видимости, я пока не могу это сделать, потому что не построен наш коровник. Но, в любом случае, это поле не активно. Мы это все дело сейчас поправим. Как только построится наш коровничек. А пока ждем... Блин, они уже на полпути. Сейчас железку привезут. О, нет, нет. Пока почему-то не пришли мои гонцы. И это очень странно. Потому что здесь все хорошо. Можем торговать. Но вот... Но вот здесь что произошло? Довольно странно. Я говорю, что я перезагружался перед записью, чтобы проверить, все ли хорошо у меня. И оба города были активны. Что сейчас случилось, не особо понятно. Но надеюсь, что это очередной баг. Так, ладно. Включаем ускоренный режим. И молимся, чтобы построили мой коровник в срок. А его, кстати, еще так не начали строить. Это печально, на самом-то деле. Вот еще только ресурсы завозят. Магазинчики, кстати, уже начали работать. Теперь зимой мы сможем добывать молочко из моей парочки коровок. А также я очень надеюсь на бычка, что ты, мой друг, не будешь, ну так сказать, щелкать одним местом, а забубенишь нам потомство. Я на тебя очень надеюсь. Здесь у нас работает один мужик. Илья. Туши. Турчи. О, черт. Сука, зима пришла. Зима пришла. Коровки-то еще нет. Или уже да. Кажется, уже да. А где мои коровки, кстати? Коровки? Ты не коровка. А где коровки, кстати? Ну куда? А они делись. Так, ну тут люди мои ходят. А вот коровки сейчас совсем не ходят. Давайте вы построите коровник. Я очень бы хотел, чтобы это произошло. Так, поставлю пока на первую скорость и уберу поля. Это поле в минус, это в минус, это тоже в минус. Теперь я хочу расположить поля немного по-другому. Они будут располагаться вокруг мельницы. Чтобы было удобнее их собирать. А также, чтобы они не мешали чему-то. Ну я еще хочу деревяшки посадить. Вы очень хотели, чтобы я это сделал. Я это, собственно, сделаю. Единственное, только надо получше все это дело поставить. Так, здесь будет у нас первое поле. Следом за ним будет располагаться поле номер два. Через маленький такой промежуточек, который будет засеян деревьями. Вход в поле будет у нас, наверное, со стороны рынка. Я думаю, что да, это будет правильнее. Здесь у нас и так получается второе поле. Оно будет поменьше, чем первое. На нем, в принципе, можно посадить пшеничку. Да, посмотрим. Здесь у нас будет еще одно поле. Довольно неплохых таких размеров. Единственное, только здесь что-то ландшафт мне не дает. А вот так дает. Все, прекрасно. Вот еще одно поле у нас получается. И последнее, четвертое. В принципе, я надеюсь, что четырех полей хватит, чтобы обеспечить моих жителей жратвой. Да, я знаю, что не особо получилось прямо. Но зато здесь можно какое-то здание расположить будет. А также вот здесь просится новый жилой район, который я обязательно сделаю. Итак, что у нас тут получается? Здесь будет картошечка. Здесь тоже будет картошечка. А на дальних полях у нас будет пшеничка. Потому что, насколько я понимаю, пшеничка в холоде чувствует себя получше, чем картошечка. Ее не должны заморозить. Так, пшеница. Это у нас было вот это. Да. Да, это оно было. Теперь их надо активировать все. Тебя, тебя, тебя. Нет, тебя не надо активировать. Ты лишнее поле. Надо активировать только последние четыре. Потому что первое, это у нас вот это, которое... Блин, ребят. Ну реально, надо прям вот поторопиться. Никто не работает на моей лесопилке. Здесь всех уволить к чертям собачьим. Мэра увольнять не будем. Склад увольнять тоже не будем. Здесь, в принципе, у нас... А я тут... А почему, кстати? Так у игры что, сука? Автосейв? Который перезаписал мой сейв? Я тут просто тестил на экспорт картошечку. И смотрите, она осталась. Убираем это все нахрен. Нам пока здесь ничего не надо. Ребятки, занимайтесь, пожалуйста, строительством. Нам сейчас реально нужно строить. Этот гребаный коровник. Иначе мои коровки, кажется, пропадут. Вот, кстати, деньги почему-то не ушли. За продажу. За покупку, вернее. Хммм... Вопрос, конечно, интересный. Но, менеджер, это трейдинг-пост. Черт подери, я понял. В трейдинг-посте должен быть чувак. Только тогда я смогу общаться с ближайшими городами. Да? Да. Теперь все сбросилось к хренам собачьим. И это печально. Ладно. Ускоряем время и ждем. Я надеюсь, что ребятки мои построят наконец этот коровник. А коровка моя где-нибудь сейчас сидит у кого-нибудь дома и греется. Потому что пока никто так и не пришел. Это странно на самом деле. Мужики, вас тут просто как муравьев. У меня, кстати, опять звук пропал. Ну, ладно. Это альфа. Не будем на альфу гнать. Это нормально. Когда я начинал запись, звук был. Вот такие приколюхи. Так, одного рабочего оставлю. Может быть, это произойдет быстрее. Видимо, коровки мои не купились и денежки мои не списались. А вот за гонцов-то я денежки просрал. Это, конечно, печально. Ну, пусть будет, я не знаю, два. На экспорт. Может, кто купит. Вообще, очень интересная в этой игре механика, на самом деле, друзья. Мне это дико радует. Я очень надеюсь, что я обанкрочусь к хренам собачьим. Кто-то в комментариях писал, что ему удалось уйти в минус 800. И у него все равно продолжалась выплата зарплат. Единственное, что он не мог торговать. Так. Ага, железо также не купилось, кстати, друзья мои. Да. Ничего не вышло. Я понял. Я понял. То есть, получается, убив рабочего в трейдинг-пост, я отменил все мои сделки, по всей видимости. Да? А зимой, интересно, мне коровок продадут. Их, наверное, так зимой переправлять-то не будут. Мне так кажется. Так, ну тут осталось совсем ничего. Тут деревяшки немного, гвоздей. Кстати, сколько у нас гвоздей? Гвоздей у нас 500. Можно, в принципе, будет запустить этого гвоздодера. Гвоздосоздателя. Так, ну здесь у меня все хорошо. Здесь мы не будем никого увольнять. Тут никого не работает, в принципе. Больше неоткуда мужиков брать. Единственное, что я могу, кстати, дом... Сука, не достроили дом. Ха-ха-ха-ха. Ой, лучше бы достроили, честно. Хоть бы народу больше прибавилось. Ну ладно, ждем. В общем, коровничек. Коровничек, по идее, должен уже быть почти готов. Тут осталось действительно очень мало всего. И, надеюсь, можно будет коровок завести. Так, ну давай. Сможешь и за один заход. Только что был звук, и он опять пропал. Я не понимаю, что происходит с этой игрой. Но можно сказать только одно. Альфа! Скоро уже снег начнет сходить, между прочим. А мы ни в зуб ногой, ни в жопу палкой. Вы в курсе? Смотрите, товарищи поселенцы. Я вам жалование... Кстати, о жаловании. Давайте-ка им налоги поднимем. А то народу-то уже прилично. А денег не особо. Вот так. Ээээ... Рента домов увеличена немного теперь. А потому что больше еды, понимаете? Я тебе... Я вам рыбку. Я вам муку. Я вам картошечку. Будьте любезны, заплатите побольше. Теперь, что еще я могу... Я могу чуть-чуть поднять цены на товар. Я надеюсь, что это даст какие-то плоды. О! Картошечка, говорю. Коровочки построились. Добавить пастбище. Подождите, у нас есть уже пастбище. Use follow field if available. Это вот про это в поле говорят. Давайте вот так сделаем. Я переназначил. Ага. Все. Теперь у них есть поле. Прекрасно. Я добавляю сюда рабочих. Тетушек. И нам, по всей видимости, придется сейчас отправить очередного гонца вот в этот вот городочек. Потому что только там, как мы помним, продавались коровки и железо. А это именно те два, сука, ресурса, которые нам сейчас очень нужны. Поэтому ждем и надеемся. Смотрите, как быстро скачет. А? Что у нас? Дом построился. Дом построился и тут же семья въехала. Итого у нас получается 48 человек. Давайте еще домов понатыкаем. Че бы нет-то, да? И так, как я и говорил, у нас будет здесь еще один район. Район, который будет располагаться вот так вот рядом с полями. Тут у нас будет лесополоса какая-то. А здесь уже домики сами пойдут. Я поставлю пока три. А потом уже будем дальше расширяться. По всей видимости, этим ребяткам придется построить здесь лавку, которая будет обеспечивать их продовольствием. И, кстати, можно четвертый домик вот сюда поставить. Вот так как-то. Вот так, наверное, даже. Отлично. Все, у нас четыре дома есть, в принципе, хотя уже зима закончилась. Я быстрый как... Я резкий как понос. Девушки таскают сюда воду. И нам нужно, по-моему, строить для коровушек вот такие штучки, которые производят из травы сена. Которые, собственно, коровки будут жрать или еще чего с ними делать. Давайте их вот здесь вот расставим. Где она там? Забываю все время shift нажать. Во! Вот это штуковина. Честно говоря, я не знаю, сколько им надо, но она говорит, что здесь склон дикий. Давайте тогда тут поставим здесь одну и вот так вот одну. Или даже две. Прекрасно. Пусть сушится травка, которая произведется чуть попозже. Новая семейка, добро пожаловать к нам. Три человека. Мужик, ты нам нужен. Нам действительно сейчас нужно много мужиков. Что-то их прям в последнее время подубавилось. Куда делись, только непонятно. Аллея наша растет и процветает. Надо где-то сделать тоже похожую штукенцию. Посмотрим, где они будут почаще ходить. В принципе, можно будет там запилить. Мост, который я собираюсь построить, скорее всего, будет располагаться где-то вот здесь. Я вот не знаю, наверное, в этой серии его не пока нет смысла строить, потому что сначала нам нужно обеспечить нормальный доход. Кстати, приехали уже? Приехали. Итак, мы покупаем... Ну, у нас тут, в общем, все нормально, да, получается? Какие 15? Вы что? 20 чего? Вот это интересно. Подождите. Итак, мы у них покупаем железо. 5 единиц. Ну, для начала просто проверить. Заключить сделку. Так, все, пошло железо, да? Коровки. Вот что такое amount? Это общее количество. Тогда что такое 1 и 2? Здесь у нас бычки, здесь у нас коровки. То есть, если я поставлю 3, у нас будет 1 бычок, 2 коровки. Так, что ли, получается? Или по 3 каждого? Вот в чем вопрос, товарищи. Короче, заключаем сделку и ждем, пока оно приедет. У нас теперь есть коровник. Надеюсь, там будут жить коровки. Бабло, кстати, пока не списали. Вот. И помимо этого, кстати, мы можем продать картошечку. Картошечку. Получите штук 10. Все, 3 гонца к нам поехали. Мы ускоряемся и ждем. Итак, получается. Импорт. 0 из 6 коровок. И 0 из 5 железа. А где же бычки? Или ты называешь все коровками? Надеюсь, да. Но бычка я точно заказал. Вот прям как пить дать. Ждем. Я поставил 3. Да, по всей видимости, это умножитель какой-то. Хм, интересно. И интересно. Кажется, к нам уже прибыли, да? Они прибыли. И что теперь? Сюда прибудут или куда? Я пока никого не вижу нигде. Коровки есть, коровок нет. Надеюсь, это не баг. Так, тихо, что-то едет. Ага, вот торговая повозка раз. Торговая повозка два. Э, где ваш третий друг затесался? Он уже типа на месте? Он привез уже железо? Нихрена он пока не привез. Ждем, пока привезет. Итак, первая повозка приезжает. Ну-ка посмотрим, что тут произойдет. Сейчас, давай. Вышел мужик такой, здорово, как дела? Я отхожу сквозь твою повозку. Так, он что-то разгружает. Кажется, это металл. Да? Да. Он разгружает металл. Потрясающе. Пришла вторая повозка. Будешь что-нибудь разгружать из нее? А может, еще рабочего нанять? А то что-то долго как-то. Так. Металл разгрузил. И теперь ты что там разгружаешь? Коровок? Ты же не разгружаешь их в коробках? Ты куда пошел, сука? Работай. Эй, повозка-то стоит. Дружище. Тут еще две коробки валяются. Это... Ты куда? Ты куда, чувак? А как же коробки? Есть коробки? О! Вот они, смотрите. У нас есть... У нас есть... Окс и Бул. У нас есть бычок и, сука, непонятно кто. Мэйк. Ага, я понял. Блин, как все сложно, а? Просто обалдеть. Ну, в общем, пусть плодятся. Я надеюсь, вы... У вас будет хорошее... Хороший февраль. Плодородный февраль. Вы устроите там небольшие покатушки, если можно так сказать. А, кстати, мы экспортировали потэту. Потэту мы экспортировали. Просто третья повозка так и не пришла, как вы могли заметить. Вы гляньте, а? Сюда дошел гонец. Какого-то хрена, да? А сюда не дошел. Вы бы видели, чтоб я посылал сюда гонца? И я не видел. Как же такое возможно, спросите вы? Я думаю, что ответ знает РЕН-ТВ. Но они нам не скажут. Так, что мы тут можем заказать? Мы можем заказать здесь ничего интересного. Зато они очень хотят подсолнухи и подсолнечное масло. Я понял. То есть коровка сдохла? Как это так? А чё ты сдохла-то? Водичка есть. А чёрт, жратвы нет. О, господи. Прощайте, коровки. Простите, что вы сдохли. Я закажу новых. У меня ещё есть 200 рублей. Или баксов. Да, я понял. Все коровки сдохли. У нас нет сена, чтобы их прокормить. Хорошо, я понял. Мы будем копить сено, вот, используя вот эти божественные треугольнички. Твою мать. Вот не дать им было пожрать, я не знаю, пшенички. Они же жрут пшеничку. Я бы не отказался, будь я коровкой от пшенички. Но я не коровка. Уволю вас всех, сука. Погубили столько животины. Так, ладно, у нас началось строительство домиков. Коровок я моих успешно угандошил. Но, в общем-то, всё равно бы их уганд... А их, интересно, сожрали после того, как они сдохли? Или к себе домой забрали? Просто обычно, когда коровка покидает наш мир, она превращается в Биг Мак. Или во что-то такое. Хотя я люблю зверей. Мда. Так, ладно, у нас март. Поля пошли засеиваться. Девчонки трудятся, как никогда. И вот я не знаю, будет ли этим кто-то... No moving season. То есть, это ещё не сезон, да? Они... Интересно, хватит столько или нет? Вот, честно, я даже без понятия. Но, в любом случае, в этой серии мы должны, сука, хотя бы запастись жратвой. Вода здесь есть. Осталось добыть сено и денег. Денег у нас прям печалька. Давайте, что ли, импортнём картошечки моим... Да, блин, вы чё, прикалываетесь, что ли? Обязательно постоянно отправлять вам сообщения. Вы прикалываетесь надо мной? Я, кажется, это уже говорил, да? Но это немного странно, согласитесь. Каждый раз отправлять им за бабло гонца. Один... Я так понимаю, один раз пришёл, типа, сказал, здорово, чувак, мы давайте торговать. А они говорят, что им надо и предлагают, что у них есть. А тут постоянно приходится это делать. О, маркет у нас освободился. Мы его можем удалять. По всей видимости, да, так же, как и этот. Отлично. Что-то хочется мне построить. Но я пока не понял, что именно. В любом случае, у нас скоро будет ещё плюс три дома. А это больше налогов, прошу заметить. И больше пищепотребления. Кстати, я думаю, что этим ребятам не лишним будет воткнуть здесь колодец. Колодец я воткнул здесь подальше, потому что здесь мы будем расширяться. И у нас будет ещё одна жилая линия домов. И, скорее всего, здесь тоже у нас будет коровник. Ну, в общем, посмотрим, это дела будущего, пока наша задача поднять бабла. Бабло у нас кончается, как вы видите. А также у нас нет сена. И, по всей видимости, в этой серии мы сможем только... У меня появился звук эпички. И птички запели. Отлично. Игра живёт своей жизнью. В общем, в этой серии мы обязательно добудем сено для коровок. А в следующий, наконец, они приедут к нам жить. Я надеюсь. И не сдохнут, как их предшественники. Ну, кто же знал-то, да? Я прям вижу в комментариях. Херовый пастух. Вот прям так и напишут. Это что такое у него? Что вот это за хрень висит? Горшочек? А тут висит горш... А тут не висит горшочек. А что значит этот горшочек? Это какой-то знак тайный, да? А тут есть горшочки? Здесь нет. А вот ещё горшочек. Что же это значит, интересно? Ребята, кто... А вот ещё горшочек. Сука, три горшочка. Это, походу, уже банда. Если кто знает, что значат эти горшочки, буду рад. За информацию. Вознаграждение не ждите, но инфу я ценю. А у нас уже апрель. И это, типа, середина весны. Когда, интересно, они травку будут сюда ляпать? В любом случае, я думаю, что это дело будущего. А пока стоит нам завершить эту серию, потому что мы уже, в принципе, неплохо потрудились. Я сделал четыре поля, заложил новый район и даже умудрился поторговать. Пусть здесь будут десять товара. И даже наторговал немного железа. Но, правда, с баблом у меня действительно серьёзные проблемы. Бабла у меня нету. Оно кончается с каждой секундой. И где взять ещё, ума не приложу. Разве что только торговать картошечкой. Я специально засеял много картошечки. Но, тут ещё видите, в чём фишка? Смотрите, если я ухожу в минус, у меня не будет денег отправить гонца. А, вы понимаете, как это интересно работает? То есть я как-то должен сначала вылезти из жопы в плюс. Хотя бы, чтобы у меня было 30 кредитов. И после этого я отправлю гонца, там уже можно будет поторговать. А если я сейчас в минус упаду, никакой торговли не будет. Потому что гонец, сука, в кредит не поедет. Это печально. Это очень печально. Хорошо, дождёмся мая. В принципе, ребят, я думаю, что можно запустить гвозда производства. Потому что гвоздей у нас осталось всего 434. А как мы знаем, если мне не изменяет память. А она мне не изменяет. На дом требуется 100 гвоздей. То есть у нас всего на 4 дома. А я заложил 4. Всё чётко. Но всё равно гвозди нужны. Поэтому пусть делает хотя бы один человек. Также мы возвращаем срочно рабочих на рыбалку. Кстати, смотрите, можно 5 человек, да? Ну окей. А можно нельзя. То есть у нас 3 места для лодки. Но работать здесь могут 5 человек. Не особо понимаю, как это работает. Но хорошо, пусть будет 5. Мне не жалко. Можно, кстати, ещё построить рыболовецкую верфь. И поставить туда ещё 3 лодочки. Но думаю, пока у нас так людей маловато. Всего 50 человек. И вот меня интересует бабло. Как фармить бабло в этой игре? Вопрос на миллион. У нас здесь на складе... Ага. Мужик привёз картошечку. Картошечке стало 3 и 6. Мы, в принципе, можем поторговать ей с соседями. Но это мало, блин. Десятку... Давайте... Блин, не знаю. Давайте двадцатку накопим здесь. И двадцатку им впарим. Я, в принципе, надеюсь, что у меня в минус не упадёт эта циферка. Ну, а как это будет происходить, друзья, вы увидите... Ох, ты ж хитрая жопа. Сушишь, да? Молодец, тётка. Повышение жди. Зарплату тебе сделаю прям обалдеть какую. Так вот. Как это всё будет происходить, ребята, вы увидите в следующей серии. Поскольку эту придётся завершать, потому что мы перебрали лимит, понимаете? Мне это всё ещё смонтировать предстоит. Вот. Надеюсь, вам было интересно. У микрофона был, опять же, бессменный римпак. Спасибо за просмотр и покусички. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok